День калейдоскопов 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 Рассказывали фотографию первую, цветную, на которой, кстати, был изображен бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата, если кто-то из вас не узнал, что это. Ну, сейчас нам намного все, мне кажется, проще, интереснее, лучше, и спектр фотографий увеличился, и спектр фотографирования. В общем, об этом давайте мы с профессионалом поговорим, да? Да, более того, усовершенствовались технологии, потому что сейчас фотографы современные придумали что-то невероятное. Нам об этом расскажет фотограф Василий Саенко. Василий, доброе утро. Доброе, привет. Василий, ну все привыкли, что традиционные фотосессии обычно проходят в красивых фотозонах. Люди ходят в фотостудии, люди выходят в цветущие сады. Приезжают к фотографам домой. Домой, да куда угодно, но только не через экран телефона или ноутбука. Но сейчас в условиях самоизоляции выкрутили с фотографа и нашли этот самый выход. Как вы, вообще, кто до этого додумался? Кто додумался, неизвестно, во всяком случае мне. Но я могу сказать, что, знаете, как в мем есть, непростые времена требуют непростых решений. Вот, так и здесь. Ну, вариантов не осталось видеться и общаться, но в современной связи нам позволили веселить. Вот, таким образом. Ну и плюс некоторых моделей мы даже, наверное, заставили навести порядок в доме и очистить стену, сделать ее фоном, чтобы красивые фотографии у них получались. Я только ради этого попросился бы, чтобы меня с фотографией у него онлайн. Что вы делаете? Как вы делаете? Вы подходите с фотоаппаратом к экрану ноутбука, к экрану телефона. Как это происходит? Механика следующая. Существует три способа дистанционной фотографии, так сказать. Первый – это фотосъемка по FaceTime. Если у нас яблочные телефоны, включаем функцию FaceTime Live Photo и, собственно, фотографируем. Если у нас система телефона на Android, мы делаем скриншоты, собственно говоря, если общаемся по видеосвязи. Точно так же, если по компьютеру, опять же, яблочному мы звоним абоненту и делаем скриншоты уже с экрана компьютера. Не открывай все секреты, а то сейчас все бредутся и не фотографы. Давай сами. А я хочу, Василия, можно мне тоже? Я тоже хочу дистанционную фотосессию. О, прямо сейчас можно же это сделать? Все. Конечно. Что для этого нужно делать? Для начала уйди и вернись. Только не ген у меня. Вот, отлично. Позируем. Прекрасно. Значит, итак, первый кадр пошел. Да, отлично. Стоп. Вот. Первый скриншот готов, пожалуйста. Можно улыбнуться, что-нибудь сделать. Вот, отлично. Раз. Готово. Вот, еще разочек. Секунду. Вот, прекрасно. Все, единички на карту тебе, да, сейчас? Фотографии у нас можно отмереть. То есть мы сейчас с вами вот так вот быстро сделали три фотографии? Совершенно верно. А вообще пользуются спросом в Ростове сейчас вот эти онлайн-фотосессии? Или как-то настороженно девочки относятся? Да нет, уже нормально все. Вот, настороженно относятся такие старожилы фотографии, как я, например. Потому что, когда я только узнал про эту систему работы, мне стало, конечно, очень смешно. Вот. Потому что немножко по другой системе мы привыкли работать с моделями и вообще заниматься фотографией по-другому. Но время диктует свои какие-то условия. Мы, естественно, чтобы не прослыть ретроградом, мы, фотографы я имею в виду, хватаемся за это дело и можно даже повеселиться. Вот представьте себе фотосессия, которая может занять 10 минут. То есть сама съемка и еще 10 минут обработка в каких-то программках на телефоне. Единственное, что страдает от этого способа съемки, это качество. Ну, естественно, мы не распечатаем ничего в нормальном качестве. Но для Инстаграма, для телефона, для вот коллажа, который сейчас на заднем плане у вас на экранчике, это вполне достаточное качество. То есть, в принципе, для социальных сетей, для девочек, которым скучно и очень хочется в ленту добавить не только фотографию на фоне своей кухни или на фоне... Или фотографии из прошлого. Я была в прошлом году на Балине. Архивчик, да. Вот для них это вариант идеальный. Ну, Василий, вы большой молодец, что вы приняли, так сказать, эту, можно, эстафету. Не остановились, пошли в ногу со временем. Надеемся, Ира тоже молодец. Надеюсь, что она все правильно делала сейчас, когда позировала. Мне показалось, что просто... Совершенно правильно. То есть, план выставлен, фон хороший, все, значит, чина благородна. Поэтому мне осталось только на кнопочку нажать. Мы с вами, Василий, справились. Спасибо вам огромное. Продолжайте творить. Где-то в какой-то степени можно и вытворять. Вам хорошего дня, хорошего настроения и, конечно же, самое главное, будьте здоровы. Благодарю вас. Всего хорошего. После этой фотосессии еще вишенку на торт хочется добавить, и можно фуд-фотографа приглашать. Да, кстати, это отдельное направление. Вот я, если честно, фуд-фотографов не люблю, потому что вот заходишь в социальные сети вечером, ты вот худеешь, специально на ночь ничего не ешь. А они так это отфотографируют, дорогие друзья, что вот просто сидишь, смотришь в телефон и слюнки глотаешь, особенно десерты. Как они фотографируют десерты. Но приятное в этом тоже есть, особенно если, допустим, они напишут рецепт какого-нибудь сливочно-орехового крема с миндальным печеньем. Как сделать утро еще более приятным? Ответ прост. Приготовить вкусный завтрак, который придаст новому дню отличный настрой. И здесь нам, конечно, не обойтись бы с помощью шеф-кондитера кондитерской крем-пить кофе Дарьи Кулаковой. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Что сегодня у нас на завтрак, и судя по тому, что находится на столе, это что-то невероятно вкусное и фруктовое. На самом деле крем сам не фруктовый, но украшать будем ягодами. А мы готовим сегодня крем. Да, мы готовим крем, который можно подавать с печеньем, безе, да и с чем угодно. Он у нас на основе молочного шоколада, ореховой пасты. Ореховую пасту можете брать любую, сейчас в любом магазине продается. Здесь у меня миндально-фундучная. И сливки жирностью 33%. Сливки делим на две части. Одни будем использовать холодные, другие будем использовать теплые. Молочный шоколад высыпаем в чашку. В сотейник у нас идут половина сливок. Сливки обязательно высокой жирности, потому что крем мы этот будем потом взбивать. И чтобы он у нас был воздушным и взбивался, нужны жирные сливки. Далее добавляем ореховую пасту и идем доводить массу до кипения. Мы у плиты. Не забываем вторую порцию сливок. Да, вторую порцию сливок. Сейчас мы будем доводить до кипения. Все время помешиваем, чтобы у нас не пригорело. Ну все, наши сливки с ореховой пастой закипели. Выливаем на шоколад. Добавляем часть холодных сливок. Пробиваем блендером. И отправляем в холодильник минимум на 8-10 часов. Ну, лучше это делать на ночь. Теперь добавляем вторую часть сливок. Ну, уже холодную. Холодную, да. Все, теперь пробиваем блендером. Пробиваем блендером. Итак, наш крем охлажден. Да, мы его переложили в чашку, чтобы было удобно взбивать. Он вот такой консистенции. Так. Как густая-густая сметана. И теперь мы его взбиваем. И теперь нужно взбить его до пышного состояния. Итак, крем мы взбили, нам остается украшать. Что мы делаем? Мы будем украшать миндальным печеньем. Ну, подавать миндальным печеньем. Можно использовать любое другое, которое вам нравится, купить в магазине готовое или испечь самому. Можно не жалеть его. Нет, можно не жалеть. Так. И ягоды для свежести. Малина. Мы используем малину, голубику и вот сейчас клубнику. И немножко безе. Вот так. Прекрасно. Все. Итак, еще раз, как называются наши блюда? Ореховый крем с миндальным печеньем и ягодами. Ничего нельзя добавить больше. Приятного аппетита. Господи, как он аппетитно это съел в конце. Ну, если от Алексея Киселевского приготовленное печенье, в принципе, было ожидаемо, то следующее видео, которое выставил у себя в социальных сетях наш земляк, рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, было полной неожиданностью, потому что он на этом видео занимается, Гена, чем? Балетом. Да, балетом занимается. Музыкант изо всех сил изображает крупного, но очень трогательного лебедя в черной спортивной одежде и ярких носочках. На видео, между прочим, заметно, что Баста пляшет во дворе дома, не нарушая режим самоизоляции, который в Москве продлен до 31 мая. И назвал он это видео, чтобы так процитировать, лебеди. Давайте посмотрим. Комичный ролик пришелся по вкусу его подписчикам. Ему оставили огромное количество положительных комментариев. Ну, каждый спасается, как говорится, чем может и как может. Василий, спасибо большое, что поднимаете нам настроение. Но самое главное, что ведь Василию помогла не только музыка, его прекрасная физическая подготовка, но еще и погода. Записать этот видеоролик, о какая погода ждет нас в день ближайший, узнаем прямо сейчас. В пятницу 15 мая на территории Ростовской области ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. В Чердковой днем плюс 19, ночью около 11. В Вершинской плюс 20 днем и плюс 12 ночью. В Белой Калитве днем потеплеет до 24, ночью плюс 13. В Таганроге плюс 18 в светлое время суток, ночью плюс 17. В Шахтах плюс 24 днем и плюс 12 ночью. В Облиевской днем плюс 24, ночью 12. В Волгодонске температура воздуха днем составит 25 градусов со знаком «плюс». Ночью опустится до плюс 13. В Сальске днем плюс 28, ночью до плюс 13. В Морозовске в первой половине дня воздух прогреется до 24 градусов, к ночи понижение до плюс 12. В Миллерово столбик термометра покажет 21 градус выше 0 днем, ночью плюс 13. В Зернограде плюс 24, ночью температура опустится до 13. В Красном Сулене 23 градуса тепла днем, ночью плюс 12. В Ростове-на-Дону днем плюс 22, ночью 13. Относительная влажность воздуха 64%. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ну, для некоторых видов творчества, скажем так, абсолютно неважно, какая погода за окном, дождь, снег или солнце, потому что можно сесть дома спокойно у окошка. И главное, чтобы руки, как говорится, с того места росли. И заняться тем, вот чем занимается наша следующая гостья. Зовут ее Мирослава Орлова. Она творческий человек. И в первую очередь творчество, мне кажется, заключается в работах по вышиванию крестиком. Хотя так летом мы узнаем у Мирослава. Мирослава, доброе утро. Доброго утра вам. С прошедшим праздником. Спасибо. Вас тоже с прошедшим. И со всеми с прошедшими, кстати, да. И с будущими тогда уже заодно тоже. Начнем с этого, да. Что уж, да, неизвестно, когда еще увидимся. Мирослава, вы занимаетесь тем, что вышиваете крестиком. Казалось бы, это увлечение уже как-то кануло в лету. И, может быть, оно не такое уже современное и востребовано. Но, тем не менее, уже на протяжении 15 лет вы творите шедевры. Расскажите, почему именно это творческое направление вас заинтересовало? Ой, ну, все началось вообще с того, что я увидела по телевидению. Выставку работ мужчины, который занимается тоже много лет. Мужчины, да, я не ошиблась. Вышивкой и крестом. Настолько это было все красиво и замечательно, что я загорелась. Ну, как это, можно самому сделать такие вещи красивые. Причем это, его работы ничем не отличались от произведений искусства, от живописи. Я попробовала. Мне очень так это понравилось. Ну, а потом, на тот момент я работала в сфере безопасности. Вот, ситуации были очень разные, а вышивание успокаивает и дарит такие приятные моменты, не видирует вот это вот все какие-то негативные моменты. Ну, как-то так и пошло-поехало. Мирослава, скажите, пожалуйста, а что, ну, все-таки, мне кажется, есть какая-то градация сложности. Что проще всего вышить, да, то есть какую композицию или картину, и что сложнее всего? Ну, человеческое лицо, наверное, мне кажется, самое сложное, или я ошибаюсь? Вы совершенно правы, потому что там очень много оттенков. Они все очень близки друг к другу. Это удовольствие, в общем-то, ну, удовольствие хорошее, но имеет также свои минусы. Долго ты этим не можешь заниматься, потому что начинает страдать зрение. Ну, как во всей работе, которая связана с мелкими деталями, нужно отдавать, отдыхать зрению. У вас, мы знаем, есть одна работа, которой вы отдались полностью, занимались ей порядка четырех месяцев, и она вот лежит у вас буквально на столе под боком. Покажите нам ее, пожалуйста. И расскажите о ней, да, если можно, почему, что это. Так, вот так будет видно? Да. Хорошо видно? Да, только если вы чуть-чуть выше ее поднимете, и чуть-чуть подальше будет видна полностью композиция. Все, вижу, значит, деревья, вижу беседку. Что это за красота такая? Это лебедь. Давайте рассказывайте, не томите, рассказывайте. Это, в общем, не просто так, там, вдохновение. Есть определенные у нас производители, наши, отечественные, которые производят прекрасные наборы для вышиваний. Ну, вот я воспользовалась одним из них. Была схема, была чистая абсолютно козла, и была иголка, и свободное время. Мария, вы знаете, сейчас... Мирослава. Мирослава, простите, пожалуйста, мы сейчас все так скучаем по природе, так хочется на нее смотреть, а вот у вас такая прекрасная работа. Ну, кстати, через камеру выглядит работа так, и создается ощущение, что она нарисована акварелью, гуашью, любыми другими красками, но нет ощущения, что это вышито именно крестом. А здесь в чем тонкость? Чем меньше канва и мельче крестик, тем больше сходства с нарисованным. Я думаю, что тут был очень маленький крестик, по всей видимости. А скажите, Мирослава... Не очень жаль, что мы с вами вот так вот... Да, давайте я, все-таки я, потому что у меня возник вопрос, я боюсь его забыть. Скажите, а существуют какие-то конкурсы, в которых можно принять участие людям, которые вышивают крестиком, чемпионаты, может, какие-то? Нет, я такого не слышала. Я знаю, что есть какие-то группы, объединения, вышивальщицы. Это да, это все существует. Делают выставки таких работ, но есть ярмарка мастеров, где это все выставляется, и можно не только полюбоваться, но и заказать такую работу. Но чтобы прямо какие-то соревнования, ну, не знаю. Но если вдруг будете участвовать, обязательно сообщите нам, потому что я лично хочу поставить галочку напротив вашей фамилии, в случае, если такой конкурс состоится. Мирослава, спасибо вам огромное. Мы желаем вам вдохновения, чтобы муза приходила к вам чаще, и чтобы вы по-прежнему как можно дольше наслаждались этой гармонией во время вышивания. Вам хорошего дня и, конечно же, хорошего, отличного настроения. Спасибо. Взаимно, взаимно.